Зоркин Валерий Дмитриевич, председатель Конституционного суда Российской Федерации, заслуженный юрист России, судья высшего квалификационного класса, доктор юридических наук, профессор, член Государственного совета по противодействию коррупции. Валерий Зоркин родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка Приморского края. Воспитывался в семье военнослужащего. Позже вместе с родителями переехал в Москву. После окончания школы он служил в вооруженных силах, а демобилизовавшись поступил на юридический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. На протяжении следующих нескольких лет Валерий Дмитриевич преподавал на юридическом факультете МГУ. В 1967 году он получил ученую степень доцента. В этот период занимался историей правовых учений. В 1970 году Зоркин вступил в Коммунистическую партию и оставался ее членом вплоть до ее упразднения. В марте 1990 года баллотировался в народные депутаты России по Калининскому округу Москвы, но по результатам голосования занял третье место. В ноябре следующего года Валерий Зорькин был избран на пост председателя Конституционного суда России. После октябрьского расстрела Белого дома в 1993 году он подал в отставку и вскоре его членство в Конституционном суде было прекращено. Однако в 1994 году полномочия Зорькина были полностью восстановлены. А в феврале 2003 года Валерий Дмитриевич вновь избран главой Конституционного суда. В феврале 2006 года Совет Федерации России впервые наделил Зорькина полномочиями на 6 лет по новой процедуре согласно закону о Конституционном суде Российской Федерации. Впоследствии он дважды был переназначен председателем Конституционного суда. Указом президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года Зорькин вошел в Совет при президенте России по противодействию коррупции. В этот период Валерий Дмитриевич принимал участие в разработке целого ряда конституционно-правовых доктрин, положенных в основу правовых позиций Конституционного суда России. В частности, в доктрине защиты прав человека сформулированы принципы поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, принцип правовой определенности и разумной стабильности правового регулирования, а также принцип предсказуемости законодательной политики. В своих выступлениях и лекциях Валерий Дмитриевич очень часто высказывался по поводу полного приоритета российского права над международным. В частности, он указывал, что положение Конституции России о приоритете международных договоров над российскими законами не означает делегирование суверенитета и что на Конституцию России данный приоритет не может распространяться. Зорькин Валерий Дмитриевич, семья которого почти всегда оставалась в тени, вдовец. Его жена Тамара Васильевна была кандидатом экономических наук. У него есть дочь Наталья, которая, как и отец, стала юристом. Все свое свободное время Валерий Дмитриевич посвящает любимому делу. Он выступает автором ряда монографий, в том числе книг «Власть и право» и «Правовое государство». Валерий Дмитриевич является заслуженным юристом России, членом Президиума Ассоциации юристов России, членом Европейской комиссии за демократию через право от Российской Федерации. Продолжение следует...